Ну что же, покажу я вам сейчас наброски, которые я сделала в горах. Мы катались там на лыжах, и лыжные курорты закрываются в 4 часа вечера, и примерно еще полтора часа хорошего освещения остается. Я вам сейчас покажу кое-какие наброски. Начинаем вот отсюда. Все эти наброски, конечно, были сделаны в гостинице. Так, воображение, скажем так. Но это дерево было у нас за окном, поэтому это дерево было сделано с натуры. Это карандаш, который потом растворяется водой. Вот здесь немножко такой теплый оттенок, потому что кисточка была грязная. Это я, видно, отсюда начала размывку. Вот такое у нас было дерево. Ну это так, это фантазия, но примерно так все и выглядит. Когда вы едете на лифте, то вы едете прямо рядом с деревьями, иногда над деревьями. Это очень интересно выглядит. Это как будто бы мы съезжаем с крутой горы. До этого не дошло, с крутой горы мы не съехали, только посмотрели на нее. Опять же, вот эти участки, они сделаны простым карандашом, который можно размывать водой. А это уже голубой. Это был кобальт, блю. Вот это моя самая любимая работа, которую я сделала там на озере в горах. И здесь как будто бы это озеро просвещается, а это так вроде как ветки кустарника. Это очень быстрый набросок, это ну 5 минут, не знаю, может 10 от силы, очень быстрый. Я с большим удовольствием это сделала, и мне оно как раз и нравится. Не знаю, получится ли так на большой бумаге, если сделать, но в маленьком наброске мне как-то это нравится. Даже вот эта часть, которая тут какая-то непонятная, там по идее должна была быть какая-то темная гора, но оно потом так слилось. Немножко выглядит, как будто это собачья морда, глаз, ухо, бегущая собака как будто. Но это уже если в деталях рассматривать. А если в целом, то мне нравится это сочетание, это ультрамарин и жженая умбра. Все, больше здесь ничего не было, только два цвета. Это натюрморт с натуры, быстренький тоже. Это мы купили мандарин. И пока мы их не съели, я их быстренько нарисовал, и они лежали на бумажной тарелке. У этой тарелки был голубой край и белая внутри. Так, это тоже фантазия на тему, как будто мы съезжаем с гор или катаемся. Это вид озера, и это как будто бы вид озера с гор. Наша гостиница была как раз на пляже, на берегу озера. И окна выходят тоже на озеро. Но зимой эта гостиница не популярная, потому что все хотят быть ближе к горам, а не к озеру. Это магазинчики рядом с нашей гостиницей. Только с этой гостиницей, когда выходишь, вот здесь выход, и вы сразу видите вот это. Не знаю, тут перспектива по виду неправильная. Вот это здание и вот это, они не сойдутся в одну линию схода, так как я сделала. Но это набросок, какая разница. Это ж не чертежная работа. Так, с этой стороны. А, нет, это уже может быть все. Сейчас посмотрим. А, нет, тут еще одна работа есть. Вот такая. Это тоже фантазия. На тему мы съезжаем с горы. Лес у меня, правда, лиственный получился вместо елок. Но ничего, в целом все равно понятно, что вот это снег. И понятно, что он неровный. Ну что, я думаю, давайте сегодня немножко порисуем. И на этой стороне сейчас что-нибудь нарисуем тоже. Типа фантазию какую-то. Я сейчас бумагу эту закреплю. По углам. Этот альбом, он не предназначен для акварели. Он предназначен, как они говорят, для мультимедия. Это значит, можно акварелью пользоваться, если не сильно много воды. Так, ну что. Портреты и натюрморты. Обычно начинают снаружи и собирают вовнутрь. Ландшафты, наброски, эскизы, наоборот, изнутри. Поэтому надо придумать сначала, что будет как центральное. Скажем, вот здесь пойдет дерево. То есть оно идет вот так. Но будет слегка обгорелое. У нас много пожаров летом. И, кстати, в этих горах тоже было много пожаров. Тут у нас всякие веточки будут торчать. Так, теперь для баланса. Пусть у нас вот здесь тоже пойдет. Это будет елка. Что-то такое. И потом вот это просто будут серо-зеленые пятна. Я еще не решила этот эскиз сделать двухцветный или одноцветный. Так, ну что у нас? Пусть у нас вот тут вот так как-то елочка стоит. Примерно пусть где-то что-то здесь стоит. Пусть вот это будет чуть выше даже. Так как это горы, пусть идет склон. Какой-то вот здесь идет склон. На этом склоне еще кое-какие елочки здесь растут. Так, здесь какие-то елочки. Здесь немножко будет виднеться выше елочка. И все это будет очень приблизительно. Никаких деталей, никаких больших вырисовок. Мы говорим о работе буквально в несколько минут. Набросок типа в две минуты. Сама работа там пусть 10 минут. Так как у нас это горы, пусть у нас вот тут пройдет вот такой какой-то вид. Здесь как-то так идет. Вот это может еще как-то дальше пойти. Так. Сочиняю на ходу примерно как там вид был. Вот эта часть вся будет озеро. То есть вот эта часть какая-то будет серо-голубая. Вот это небо. Ну что, в принципе, все. Набросок готов. Теперь будем рисовать. Использую этот набор. Это не этот набор, который я брала с собой. Потому что эта палитра все-таки слегка тяжеловатая. Я обычно беру пластмассовую в два раза меньше и легче. Ну вот здесь у меня есть хороший серый. Вот здесь оттенок. И вот с этой стороны. Вот я их и буду использовать. Так. Как же мне тебя расположить, чтобы удобно было. Вот так пусть будет. Так, взяла кисточку наугад. Пусть будет такая, какая попалась. Это синтетика. И для этой бумаги синтетика как раз очень хороша. Потому что синтетика не набирает много воды. Ничего, я начну с неба. И небо будет пусть серо-голубое. Давайте тут чуть больше дадим, чтобы какие-то пятна были. Ждать, когда высохнет, я не буду. Я пойду сразу. Вот это у нас коры. Вот тут у меня тоже такой грязно-серый. Непонятно какой он. Он немножко кажется как типа фиолетовый, да? Будет теплый какой-то. Вот здесь на углу есть зеленый. Мы сейчас этот зеленый возьмем. И он будет похолоднее. Вот так. Так, ну что. Я хочу, чтобы в этих горах немножко вроде как снег виднелся. А для этого кисточка должна быть плашмя. Боком. Сильно мокрая кисточка для этого. Сейчас мы ее высушим об палитру здесь. Начало получаться вот эти места. Вот такое мы хотим делать. Никакого старания, ничего. Просто чем хуже, тем лучше. Чем хуже вот такие непонятные мазки. Вот это как классно вышло. Тем лучше. Так, теперь каемочку этим горам сейчас сделаем. Чтоб все-таки от неба они отличались. Сами по себе. Это уж сильно яркое отличие, да? Для чего мы его подправим местами. Какая красота. Сам себя не похвалишь, да? Никто не похвалит. Но честно говоря, я тут одна. Меня нет некому хвалить сейчас. Так что. Собаки только мои две рядом. Вот здесь пусть будет темнее. Так, и вот здесь мы сейчас сделаем темнее. И вот тут пусть кусок какой-то будет более темный. Здесь как будто местами снег, местами берег. Все, больше мы горы не трогаем. Вот такие пусть и будут. Что теперь я сделаю? Теперь я сделаю это озеро. И добавлю я в него чью-то голубого. У меня вот здесь. Я уже не помню это какой голубой у меня. Нормально. Вот такой пусть и будет. Опять же я вожу кисточку как-то боком, для того, чтобы были белые пробелы. Местами были пятна. Как будто там снег или еще что-то. Вот так. Пусть будет. Ну, теперь у нас вот здесь снег. И этот снег я сделаю слегка зеленоватый. Какой зеленый. Вот такой. Это изумрудный. Слегка. Он, видите, на палитре он и не зеленый, он серый. Но будет немножко отвлечаться, потому что хоть какой-то зеленый от этих деревьев на этот снег попадает. Так. Пришлось отвлечься, то что зазвонил телефон. А теперь у меня все по-другому. Кисточка чуть высохла. Ну что, пойдем дальше. Вот здесь, где деревья, тени будут чуть темнее. Тут тоже тень чуть темнее. А все остальное... Так, слегка разотрем, чтобы какие-то места были видны, затронутые. Здесь можно чуть... Здесь можно чуть посырее. Так, ну что, теперь деревья. Деревья. Сначала я возьму вот эти задние, а потом уже вот это дерево буду делать. А в принципе, не важно. Можно вообще сразу с деревьев начинать. Никаких правил нет. Так, ну что, деревья. Давайте возьмем немного этого вериден. Как мне кто-то там написал, что это изумрудный. Знаете, вообще, некоторых людей раздражает, что я говорю то по-английски, то по-русски. Что я многие цвета по-русски не знаю. И мне постоянно пишут, как что называется, переводится. Но я их все равно не употребляю. Дело в том, что я же не готовлюсь к этим видео. Я по привычке все делаю. Поэтому, как сказалось во время съемки, так и сказалось. Давайте, немножко такого. И теперь, чтобы его сделать более серый, что мне добавить, чтобы сделать более серый. Ну вот этот даст сильно теплый. Видите, какой серый интересный, да? Вот таким серым я и буду делать. Такой зелено-тепло-серый, непонятно какой. Ну что, я вот с этой сначала елки. Видите, у меня сейчас кисточка сильно мокрая, поэтому не получается таких царапин, как бы. Ну ничего, будет такая. Перемена техники. Теперь, где внизу я хочу сделать чуть светлее, так я просто, как растаптываю кисточкой эту краску. Вот эти места я оставляла специально, чтобы тут был стебель виден. Да? Нормально. Теперь чуть больше воды, немножко пожитье краска. И мы сделаем вот эти на заднем плане. Всегда надо начать с какой-то одной елочки, там на заднем плане или на переднем. А теперь я согласно этому, эта точечка сильно темная здесь, буду менять чуть светлее, чуть темнее. Эти елочки, которые сзади, так пусть будут посветлее. Зимой живописности мало. Всё такое кажется серое. Особенно, когда нет солнца. Когда есть солнце, то... Там можно и жёлтенькие в солнце добавить, в солнечную часть. Вот это вот у меня не сильно чётко просматривается. Ну что, я думаю, тут давайте чуть теплее сделаем. Посмотрим, что выйдет. У меня здесь какой-то жёлтый есть. Но это не значит, что полностью жёлтый. Просто это будет более... Более серый. Видите, разница какая. Серо-жёлтый и... Как сразу видно. Так, так и просится вот здесь такой же добавить оттенок. Вот такую ёлочку здесь тоже сделаем. Так, теперь, чтобы они тут не были все сильно разнообразные, тут маленькую добавим. Деточку ёлочную. Вот так. Так, ну что, вот тут я опять вот этот цвет хочу голубоватый добавить. И вот сюда потом ещё, наверное, больше голубоватый. Так, чё это я взяла? Даже не помню уже, какой у меня цвет это. О, какой красавец. На индиго похож. Ну-ка, давай тебя утеплим. Зеленоватый, да, получился? Ну, пусть будет зеленоватый. Так, я уже даже своих линий здесь не вижу, что у меня идёт куда. По-моему, вот это дерево вот так идёт. А здесь вроде как что-то тоже, но я чуть позже поменяю цвет. Видите, если без разговоров, и если б я для видео не задумывался, а просто как-то на машинальности работала, то уже б закончила. То есть, буквально за 5 минут можно сделать очень даже неплохой набросок. Так, вот сюда так и просится что-то. Давайте чуть ли голубоватый, чтобы поменять цвет. Так, вот здесь у нас пусть эти ёлки начинают больше подниматься к небесам. Вот, когда так касается, это не сильно красиво, поэтому я сделаю, чтобы она как будто выходит за пределы даже. Так, давайте-ка ещё больше. Ещё больше темнее сделаем. Как будто тут какое-то непонятное дерево или тень. Пусть будет. Так, ну и надевайте с этой стороны ему придадим, потому что нам тут сильно красивые места не нужны. Вот так. Перед этих деревьев в тени наведём их больше. Немножко, чтобы стебель был виден. Так, теперь эти тени чуть-чуть соединить, чтобы они не были, как будто палки какие-то там. Тебе чуть больше надо. Вот так. А теперь дерево, да? Дерево, что это у меня тут? Это у меня золотая краска. Золотая, может, сильно яркая будет. Ну, кто у меня тут? Жёная Умбра, скорее всего. Такой цвет ничего. Уже не помню, где у меня какой цвет. Так, наугад беру, что получится. Так, давай тебя сюда. Вот это вроде ультрамарин был. Вот здесь, если заметно на экране, вот у меня прошла эта тёмная полоса, карандашная линия рядом. И я буду это место использовать для снега. Вот видите, как будто снег. И вот с этой стороны точно так. Когда эти два цвета не соприкасаются, то как раз и будет казаться, что там снежная сторона. О, мне вот это нравится, как оно порасплывалось. Красота какая. Так, тут тоже у нас какие-то стрижки. Эти стрижки ещё надо уметь делать, чтобы они не были однообразные. Чем меньше стараетесь, тем лучше выйдет. Вот это мой самый любимый стрижочек получился. Так, ну-ка, вот тут давайте ему снег вот здесь сейчас сделаем. Вот видите, как-то естественно вот эта выемка вышла сама собой. Теперь я от неё отступлю. И получается, как будто здесь немножко снега. Так, что бы ещё мне хотелось сделать? Наверное, всё. Наверное, я больше ничего не буду делать. Можно было более интенсивно сделать конец здесь и конец здесь. Оставим, пусть будет. Вот и всё, набросок готов. Можно делать следующее. У меня, кстати, для этого с собой всегда два альбома. Что пока одна страница высыхает, я возьму просто другой альбом. Ну что ж, надеюсь, что вы со мной тоже сделали набросок. Надеюсь, что вам понравилось. До свидания. Заходите на мой канал. Скоро будет следующее видео. Продолжение следует...